здравствуйте дорогие друзья мои подписчики ненаглядные сегодня у нас наконец 3 урок по обучению игре на баяне и сегодня мы разберем как вы уже поняли катюшу правую руку не используем это для нас пока слишком сложно используем только левую руку ищем как в минорных частушках грустных урок номер один ноту ля 1 2 3 3 и берем ля минор через один грустный аккорд все очень просто для того чтобы сыграть эту песню нам нужно сначала 6 раз нажать ля минор то есть один раз два раза три четыре пять и шесть сначала поучиться просто брать ля минор и научиться считать 1 2 3 4 5 6 ну в принципе это я думаю что может сделать каждый разумный человек и на этом мы постараемся просто спеть эту песню смотрите ну тут уже дальше следующий аккорд следующий аккорд это у у нас аккорд ми он на одну выше переносим пальчик здесь и берем септаккорд не минор как здесь а септаккорд но после этого возвращаемся опять на ля минор смотрите как все просто шесть раз играем ля минор потом играем ми септаккорд потом опять возвращаемся на ля минор в принципе все же очень просто что дальше идет в этой песне дальше мы берем ля септаккорд то есть не минор остаемся на ля но берем септаккорд четыре раза четыре раза взяли дальше спускаемся на одну это будет у нас ре минор на берег два раза его играем после этого опять два раза играем ля минор опять вниз два раза первая часть закончилась дальше переходим на септаккорд все очень просто все элементарно просто все предельно просто главное просто расписать себе на бумажечка количество раз которые мы нажимаем эти кнопочки и я думаю что никаких проблем у вас не возникнет если мы желаем перейти к правой руке здесь я сначала покажу как это все дело играется смотрите тоже левая рука у нас естественно остается прежней переходим на правую смотрите и и Пальчики я специально растопыриваю для того, чтобы вам было видно, каким пальцем и какую ноту я нажимаю кнопочку. Так при игре растопыривать их не нужно, их можно просто положить, и они будут лежать, каждая на своем месте. Смотрите. Видите, как все просто. Правую руку, после того, как вы спели эту песню, спели эту песню обязательно, правую руку разбираем следующим образом. Я предлагаю разбирать ее кусочками. То есть берем один маленький кусочек, разбираем его, учимся играть, потом присоединяем следующий кусочек, следующий, следующий и так далее. И пока первый не разобран, к следующему лучше не переходить. Поехали. С самого начала все очень просто. Видите, еще разок. Я бы рекомендовал бы для того, чтобы быстрее это все дело запомнилось, зациклить, так сказать, повторение этого кусочка. То есть вот так вот сыграть. И заново его же. И на раздвижение меха его. И на сдвиг меха теперь. Все это на одном аккорде. Ну, аккорде вы уже помните. Дальше следующий кусочек. Тоже его можно зациклить. Теперь можно объединить и первый, и второй. Что у нас получится? Прекрасно. По-моему, уже вырисовывается мелодия. Следующий. Здесь мы переходим на ми-септ-аккорд. Играем его, сколько, по-моему, 8 раз. Поехали. И правую руку, смотрите. Первый кусочек, да? Зациклили, мы его повторили. Дальше следующий. Опять его тоже зациклили. Пробуйте соблюдать аппликатору, как я показываю. Дальше следующий кусочек. И здесь просто опять переходим на ле-мин. Дальше. Вот кусочек. Запомнили его. Запомнили его. Вот и все. В общем, ничего сложного нет. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я сразу же отвечу. Сразу же выложу вам разъяснение по любому моменту. Либо звоните по телефону, который указан на сайте. Всегда с огромным удовольствием жду любых звонков.